друзья товарищи всем привет вы не думайте я не голый я просто только что проснулся умылся надел штанишки и вот сразу же решил записать вам это видео все мы знаем что сейчас настали хреновые времена этот коронавирус никто до конца не знает если рассуждать в буквальном смысле это придумали масоны либо путин либо кто-то еще либо это все по-настоящему но одно остается неизменным те кто когда-то в этом сомневались и если заболели их близкие либо не дай бог они сами то не дай бог вообще кто-нибудь то они сразу же начинают говорить блин какой я был дурак почему я не верил это действительно серьезная болезнь но я хотел вам сказать насчет прививок и вакцинации сегодня с утра мне пришло сообщение от одного знакомого человека такие сообщения мне приходили много много раз там было сказано давайте выходить на улице устроим бойкот против qr-кодов против незаконных прививок и бла 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 чтобы все организации скажем так слегка подзагнулись он таких методов и это было для меня просто последней каплей но подправлю не надо сейчас писать и говорить что народ бунтует выходит на улице это незаконно qr-коды фашисты то их вообще этих протестантов очень мало большинство людей кого я знаю они все за прививки опять же подправлюсь я вас не агитирую прививаться и все такое но вот эти действия которые сейчас предприняты для остановки этого коронавируса эти меры нам просто необходимы как по-другому можно остановить если никто не хочет прививаться чтобы люди меньше контактировали чтобы вирус сам как-то скажем изжился изогнулся нет все идут куда-то там не знаю в торговые центры в развлекухе потерпите немного и укорный бабай да это неудобно но что делать это забота о населении сейчас опять скажут какая забота ты что там все телевизор пересмотрел я телевизор вообще не смотрю это мое мнение сугубо личное и если этому извините за выражение не совсем отдупляющему народу не задавать направление движения то ситуация могла быть еще хуже нам это необходимо и как я уже говорил население разделилась на два лагеря кто против прививки и кто за прививку которая за прививку мы их оставим те которые против они разделились тоже на два подлагеря один это вообще такие протестанты которые вообще против всего а вторые это те которые топят за советский союз и говорят что вот раньше пили из кружек из желтых бочек с квасом и никто бы и никто не болел и даже бы если сейчас это было никто бы не заболел советский союз коронавирус не прошел вы чё идиоты если бы сейчас пили так из кружек заболела бы еще больше народу и вы знаете об этом и вот по-любому есть те у кого близкие заболели и в это подтвердите хотя раньше наверное тоже спорили также эти граждане которые топят за советский союз говорят что вот нужно вводить политику сталина чтобы всех чиновников расстреляют чтобы и они не воровали и все такое а во первых вы сами воруете нет наверно такого человека который что-нибудь да не украл начинайте во первых себя а если ввести режим сталина этот тоталитаризм и при нем возник бы коронавирус то во первых тела умерших мне кажется даже мы не доходили до родных которые непосредственно от коронавируса умерли их бы сжигали все в печах дотла просто чтобы вообще все искоренить заболевших увозили бы куда-нибудь на колыму чтобы они там были и не распространяли заразу хотя и без этого увозили следующее также было бы предпринято решение сделать вакцину но если говорить вашим языком то вакцина была бы еще хуже чем это эту выбраните то что она сделана на коленке кустарных в кустарных условиях то что она не испробована не испытана и нам вводит какую-то хрень может быть ее реально сделали очень быстро но все-таки она испытана более менее и в том числе я также привился и со мной все нормально и знаю многих многих людей кто привился и с ними также все нормально у некоторых была температура но это прививка это структура такая но вернемся к режиму сталина если бы возник коронавирус во времена сталина не будем мышь там была война все такое это тоже еще хуже любого коронавируса война которая была но все же как во время великой отечественной войны не хватало каких-то орудий специальных техники и всего подобного сталин говорил так за месяц нужно сделать там новое противотанковое ружье все его прям на ходу думали сочиняли что делать как сделать чтобы ему угодить понравится то иначе самих конструкторов расстреляют и также насчет прививки он бы сказал нужно сделать лекарство от этой болезни за две недели и все там бы люди так стали шуршать чтоб просто была бы вакцина не то что как сейчас говорят сырье не проверены а просто какое-то непонятное дерьмо и этой вакциной привели бы всех потому что красный вождь сказал прививаться значит будем прививаться иначе всех привьем свинцом все и люди бы шли сознательно да нужно привиться потому что там так сказала партия и никто бы не возникал и никто бы из вас не говорил что вакцина сделала в кустарных условиях и она даже не проверено я именно про вас говорю про тех кто топит за советский союз про времена сталина и делать аналогию на наши времена с коронавирусом у меня просто нет слов и в завершении я хочу вам повторить все вот эти ограничения qr-коды прививки и скажем так хитрые принудительные способы вакцинации сотрудников направлены на сдерживание распространение коронавируса все это сделано для нас для нашего с вами здоровья чтобы как можно больше людей не заболело и остались здоровыми проведу маленькую аналогию с правилами дорожного движения есть участок где нельзя совершать обгон там сделана сплошная линия либо две сплошные почему потому что плохая видимость и там было очень много страшных ситуаций не дай бог с летальным исходом поэтому законом и принудили в этом месте обгон запрещен чтобы вы там не совались навстречу и не создавали опасных ситуаций если вам на себя пофиг то других пожалейте и не подвергайте риску и я вас не призываю вакцинироваться я просто высказал вам свое мнение не болейте